Мы присутствуем на ремонте и реконструкции турбины ПТ-80 в Кишиневской ПЭЦ. Обеспечивает электроэнергией и теплом город Кишинев. Наработка турбины более 200 тысяч часов. Целью капитального ремонта любого агрегата является восстановление технических параметров для улучшения и возможности работы. Помимо капитального ремонта старых пей, на данном агрегате выполняется работа по реконструкции цилиндра низкого давления. Целью реконструкции данного агрегата является продление ресурса турбины, а также повышение экономичности оборудования. После реконструкции, детали, которые будут устанавливаться на цилиндр низкого давления, имеют срок службы 230 тысяч часов. Повышение экономичности тоже будет на 2%, что даст не только экономию топлива, но и повышение коэффициента полезного действия будут уменьшены и выбросы вредных веществ в атмосферу. Потому что любое повышение коэффициента полезного действия приводит к уменьшению количества топлива. Я уже говорил о том, что кроме всего прочего будет повышена и ее экономичность, мобильность и другие параметры агрегата. Работой выполняется работниками форуса, организация, которая выполняла ремонт турбины номер 3 и в прошлом году успешно, как и в этом году. Я думаю, что мы выполним все эти работы в сроке с самым высоким качеством. Еще раз хочу добавить, что это первая часть реконструкции в целом данного агрегата, на который меняется проточная часть цилиндра низкого давления, новый ротор. Конечная цель – это замена всего агрегата и продление его ресурса на 200 тысяч. Следующий этап – я думаю, что станция вместе с форусом должна выполнить замену цилиндра высокого давления с переходом с активного на реактивное облопачивание. Переход на реактивное облопачивание даст экономический эффект более 3%, что это прямой эффект повышения мощности агрегата. Реконструкция, данная реконструкция, замена только цилиндра низкого давления, то есть проточная часть, даст возможность повышения мощности до 110 мегаватт, до 100 мегаватт, вместо 80, которое было раньше. Реконструкция, второй этап реконструкции, даст еще более весомый вклад в повышение экономичности, в повышение ресурса. И можно говорить о том, что после полной реконструкции в течение 200 тысяч часов вмешательства в ремонт будут минимальны. И полная реконструкция станции, по сути дела, это будет фактически новое оборудование, равносильно замене, так сказать, на полностью новые агрегаты. Турбина ПТ-80 изготовлена на Ленинградском металлическом заводе со города Санкт-Петербург. Новая проточная часть изготовлена тем же заводом с новыми идеями, более современная проточная часть, позволяющая увеличить мощность. Помера цилиндрового сока давления с переходом на реактивное облопачивание также будет выполнено Ленинградским металлическим ЛМЦ-заводом, который является пасовым. А силовые машины, которые являются басовыми. Вот, все остальное я говорил ранее.